Детей в храме И сейчас мы собираемся делать статью для журнала «Московская патриархия», как раз посвященную этому вопросу. В этой связи хотел бы с вами побеседовать. На ваш взгляд, с какого возраста дети могут целиком присутствовать на богослужении? Ну, в общем, это зависит, конечно, только от того, насколько ребенок способен на это. Потому что это все-таки подвиг. Вот есть такие детки, которые готовы там 20,5-3 часа стоять. Все ему интересно. Даже вот у нас у некоторых священников много детей. И вот кто-то один выделяется тем, что готов стоять, ему хочется и в алтаре прислуживать, и такие желания сдерживают. Ну, вот видно. А другие более-менее спокойные. Это зависит от этого. Есть детки очень подвижные. Нужно сразмерять их возможности с тем, чтобы им преподавать. Это должно быть всегда сгармонизировано отцом и матерью. Они должны за этим следить. Потому что ребенок вообще каждые полгода, минимум, меняется. А иногда вот эта синусоида, она имеет вообще 3-4 вот этих изгиба. Поэтому, если спокойный ребенок, ну, пожалуйста, на службу приноси. Он тихо. Если он через 15 минут начает орать, ну, понятно, что надо носить на 10 минут. А не приводит ли это, я имею в виду, детей, которые действительно не могут находиться на службе долго, ну, к определенному, что ли, духовному разделению в семье, когда, к примеру, один из родителей находится в храме, а другой в это время пытается как-то унять ребенка и занять его чем-нибудь во время богослужения вне храма, это не нарушает как-то духовную жизнь семьи в целом? Вообще, нашу духовную жизнь сильно нарушает грех. А то, что наши дети во время богослужения не летают на небеса и обратно, это следствие греха. Потому что, будучи по отсутствию вне грехов, ну, собственных, личных, они являются ангелами, ну, такими, с подрезанными крыльями. И это очень, конечно, нашу духовную жизнь подрезает. Но делать нечего, мы должны выбирать оптимальный путь. И вот оптимальный этот путь, он заменяет идеальный. Потому что идеальную ситуацию можно смоделировать, только имея дело с идеальными людьми. Идеальных людей среди святых даже немного. Их обычно так вот с крыльями изображают. Там Анна Претевича, например, лучший среди рожденных между женами. Я совершенно уверен, что он родителям в детстве не досаждал. А был очень кротким, чутким, уверен, что трудолюбивым мальчиком. Но это же, там, преподобный Сергий. Это все штучный товар. Это мы не можем распространить на все айкумены. Поэтому нужно исходить из возможного. То есть воспитание в этом и заключается. Выявить склонности. И направить на путь истины. И в рамках возможного. А вот формы занятости детей во время богослужения вне храма. То есть, ну, к примеру, я не знаю, какие-нибудь спортивные игры. Или там развлечения на детской площадке. Как вы считаете, допустимы? Или должны быть какие-то более спокойные формы? Ну, во-первых, чтобы дети воспринимали воскресный день как день особенный, их надо к этому готовить. Вот будет воскресенье. Вот воскресенье, первое плавное дня, мы пойдем в храм. В этот день мы отменяем всякое бессиво. Всякие спортивные игры. Всякий громкий смех. Вот, если тебе трудно на службу, ну, хорошо, пока ты маленький, мы придем попозже. Ну, ты вот, когда поспишь дома, я тебе могу какую-то книжечку почитать. Потом мы приедем, ты подойдешь к исповеди. Вот, или если он маленький, так сказать, просто вот стихонечко посидишь. Все я могу рассказать, весь сценарий. Потом мы с тобой причастимся. Вот, а потом мы подождем, когда батюшка прочитает завонную молитву. Ты же батюшка уже читает. Значит, скоро уже будет отпуск, мы приложимся к тебе ко кресту и пойдем домой. После этого ты немножко отдохнешь, и дальше можно будет и на велосипеде кататься, и к бабушке поехать, и так далее. Если ребенка готовить, и ему этот сценарий рассказать, и он будет обговорен раза два в течение недели, то это достаточно. А потом он сам будет рассказать. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Что мы будем делать? Мы будем фрам. Правильно. Ну и так, можно о храме с ним поговорить. Потому что для ребенка разговор взрослым, особенно с отцом, представляет собой огромную ценность. Он может задавать какие-то вопросы. Это надо использовать для воспитания. И более того, вот эти все слова, что ему скажет отец вот сейчас, они запомнятся на всю жизнь. Также о каждом празднике. Завтра мы всей семьей идем фрам. Сначала идет мама, потому что ей нужно помориться за нас, за всех. Она идет со старшими. А потом прием мы. Потому что у нас машина, я вас привезу. И дальше вот такой сценарий. Эт сценарий должен быть разработан. И папы, и мамы. Вот они вместе составляют такой штаб воспитательный. Вот здесь подключается бабушка или какие-то еще члены семьи, крестные. У каждого может быть своя роль. Крестный с тобой стоит полчаса. Потом он идет на исповедь. Мама будет с тобой. Мама отходить в фрам нельзя. Так, ну теперь вспомним. Что детям нельзя? Скажет. Детям спички брать нельзя. Ну да, спички нельзя брать. Но мы в фрам спички не берем. А что нельзя? Бегать. Бегать по храму нельзя. Кричать нельзя. Пальцем показывать нельзя. Вести на себя. Очень скромно. Очень тихо. Повторяй. Очень скромно. Молодец. А после храма похвалить. Ты все сделал идеально. Потом домой прийти, бабушке рассказать. Ты знаешь, Петя так себя сегодня вел, как никогда. Все говорили, какой хороший мальчик. Вот это все им занимается. Потом, через полгодика пластинка меняется. Ты вырос на полгода. У тебя скоро день рождения. Тебе уже не шесть, а шесть с половиной. Поэтому мы теперь будем ходить в фрам не к одиннадцати, а к половине одиннадцатого. Ты на полгода вырос, мы на полчаса больше. Как? Выдержишь? Выдержишь. Не будешь пищать? Не будешь. На ручки проситься не будешь? Не будешь. И так вот в диалоге и он будет расти, будет осознавать свою ответственность. То есть это нужно все время не на самотек пускать. Это должен быть воспитательный процесс. Но вот в последнее время еще одна проблема, которая связана с переполненностью храмов наших по воскресеньям. И порой детям просто тяжело находиться в такой давке. Как вы считаете, может быть, имеет смысл устраивать какие-то богослужения именно для детей? Ну вот мы это устраиваем. И короткую, и всеночную полуторачасовую. Вот. И более ранние службы. Мне кажется, что вот в фраме все престолы нужно использовать. В воскресные и двундесятые праздники. Вот. Для того, чтобы, ну, как можно больше разрядить. Конечно, у нас, особенно в Москве, это с храмами-площадями просто катастрофа. Вот. Это просто. Все храмы, кроме храма Христа Спасителя, они, конечно, маловаты в Москве. Нам нужно десять храмов Христа Спасителя в каждой префектуре. И еще у каждого выхода из метро, как минимум. Ну, понятно, что это все очень сложно. Вот. И я бы, если бы была такая у меня возможность, покупал бы квартиры на первом этаже. Трехкомнатная. И делал вот вот такие маленькие храмы в каждом вот округе, где этого нет. Пока. А потом, когда время придет, и за это время набрать деньги и на храм, вот, а эта квартира может отойти священнику. Она будет собственной с церкви. В общем, вот таким бы можно было путем пойти. А так, конечно, каждый храм должен быть использован максимально. Просто наимаксимально, чтобы вот так подойти к этому, как по-современному. Как торговая площадь, используется, так сказать, вот по возможности, прям круглосуточно. Поэтому желательно, чтобы это было. Ну, если в храме, к примеру, только один престол, то может быть, вот как вы относитесь к такой возможности обустройства детских комнат? Детская комната это очень хорошо. Я вот не читаю, может быть, мы все-таки сделаем. Мы это со старостью обговаривали. когда служба идет у нас здесь на поздний, то верхний храм используют как детскую комнату. Поставить большой плазменный телевизор, поставить столы для переодевания младенца, лавки для мам. И они будут все видеть, когда они видят, что начинается причастие, они спускаются и причают младенцев и маленьких деток там до трех лет. Единственное, зимой там прохладно. Нет, сейчас уже теплее. Мы этим озаботились и сделали там отопление. Вот вы сказали о коротких всеночных. Литургия сама и вот прости, жили, я перебил. Литургия сама по себе это общее дело. Вообще по канонам церкви, которые нас народ так любит, в городе должно быть только одно евхаристическое собрание. то, что у нас существует даже в одном приходе их несколько, у нас пять евхаристических собраний в наших основных приходах. А если взять еще храмы наши приписные, то восемь евхаристических собраний каждое воскресенье. Но это, конечно, неправильно. Поэтому отделять как-то детей в что-то отдельное это и канонически это нонсенс. Поэтому детей лучше просто приводить к литургии верных. Вот когда веру запели те детки, которые в состоянии быть на литургии как бы бесшумно, они вот эти 30 минут пока веру поют, они приходят в храм. Но лучше это делать организованно. они собираются где-то вовне, в той же комнате детской и переходят. И еще вопрос по поводу участия, более активного участия детей в богослужении. Ну, так они будут и лучше понимать богослужение, им будет интересно. Вот допускается ли вам возможность помощи в алтаре для подростков или, не знаю, пение на клиросе, еще вот какие формы могут быть? Помощь в алтаре только в тех приходах, где в этом есть нужда такая, серьезная. Где нет, нет, потому что алтарь это святилище. Если человек вошел в алтарь, у него выхода нет, только он идет уже по линии церковного служения. Назад нет выхода, если человек вошел в алтарь, он должен быть как минимум дьяконом в дальнейшем, к этому стремиться. Ну, или оставаться псаломщиком там и так далее, священосцем, Пономаревым, это все как-то так побыл-побыл, а потом решил стать хирургом, это так не годится. При всем уважении и понятном к врачебной профессии. Поэтому тут но какие-то потом у детей часто бывает зависть. А почему он и сколько может священосцев? Вот, но детей можно их участие в крестных ходах. Вот это очень хорошая форма. Такие дни в году, там, престольный праздник или пасхальный. Но этот человек должен, кто будет это организовать, он должен заниматься. Должен заниматься стихарями, он должен их выстраивать, он должен проводить репетиции, они должны знать свое место в крестном ходу. Это должно быть отрепетировано. Только так. Тогда дети будут готовиться. Мама будет шить или надставлять, потому что они за год растут. Это должно быть строго парами. Но это должно быть действие не такое хаотичное. хором. В таком случае можно и подержать чашу с водой, и со свечами постоять. Крестные ходы это хорошая форма участия. А самое лучшее участие это детский хор. И также в этом случае хорошо и чтение. Ребеночка в течение месяца дома выучивает святый боже святый крепкий и по отче наш. Потом папа его так сказать экзаменует потом представляет старшему псаломщику. Если он читает безукоризна можно дать ему прочитать. И дальше по очереди дежурства кто когда читает чтобы была ответственность я прихожу. Потом дальше следующий 50 псалом перед каноном. Сначала выучивает потом экзаменует отец потом представляет главного псаломщика если он утверждает опять расписание все кто хочет по очереди строго чтобы не было такой зависти. Вот и так далее и дальше можно так дальше идти первый час третий час и это будет такой рост такая церковная карьера вот но это все в рамках клироса на клиросе можно попить и потом пойти работать булочником там или академиком каким-нибудь на худой конец ну по сути вот сейчас вы тоже нарисовали такую идеальную картину нахождение детей в храме куда я рассказываю тебе о тех мечтах как бы я бы хотел чтобы это было организовано но для того чтобы это организовать мне нужны ну как бы одержимые помощники в храме и мне нужны здоровые нормальные семьи потому что как и евангелие это есть книга идеальная потому что ну и мало кто из моих прихожан способен подставить другую когда ему ударят вправо с точки зрения святых отцов значит все больные люди поэтому у нас так и семьи как если в основном с детьми разговаривают на повышенных тонах как это возможно и вот имея несколько учебных заведений детских главное кто нам ну портит воспитание это родители ну вот какой-то эпизод так ну для одного учебного заведения мы затеваем поход на яхте это в другую страну в далекое море с которым у нас нет границы они туда прилетают нашлись люди которые это все оплачивают вот и одна из мам уже после как все куплены билеты у которых нет возврата потому что там с пересадкой она говорит нет мои не поедут почему она это делает а потому что она хочет сделать неприятное организатору этого проекта и вот с таким вещами приходится сталкиваться то есть она наказывает своих детей потому что это будет главное воспоминание их детства этого никогда не забудь выход на яхте в море яхта парусная можете представить вот и она готова лишить своих детей что вот и какой же аргумент ее сломил заплачены большие деньги по 100 тысяч на парня тогда вот она решила это отменить свое такое мудрое решение ну вот вот с таким приходится сталкиваться поэтому я могу рассказывать только об идеальной ситуации вот но если появится костяк вот семьи если там начнется вот такая такой семейный ну клуб можно назвать приходской то там конечно можно организовать ну хоть один там нормальный мужчина должен найтись который возьмет на себя потому что это ну труд то большой конечно вот а когда все будет организовано уже ну само создать систему и она будет работать и очень качественно она будет сама воспитывать потому что дети очень любят системный подход им они ну как бы они понимают его логистику и им это нравится они с удовольствием дети подчиняются порядку когда они угадывают его логику они любят вот чему-то учиться в чем-то практике участвовать особенно в жизни взрослых и напоследок какой-нибудь короткий совет родителям любить своих детей больше чем самих себя и обязательно почувствовать что самое главное дело жизни взрослого человека это воспитание своих детей все остальное ерунда и наука и деньги и дома и автомобили а вот это если при условии хотят быть счастливы то счастье наше зависит от того что происходит с нашими детьми что ну это что это не